Управление Федеральной службы исполнения наказаний России осуществляет комплекс мероприятий по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, а также по профилактике преступности и оздоровлению криминальной обстановки. О трудовых буднях сотрудников Люберецкого межмуниципального филиала УФСИН расскажет Богдан Колесников. Инспекторы осуществляют ежедневный контроль за осужденными, проводят с ними воспитательную и профилактическую работу. Во время беседы стараются донести до граждан, стоящих на учете, всю ответственность совершенного преступного деяния, разъяснить права и обязанности по наказанию, предупредить о последствиях повторного преступления. Служба в уголовной исполнительной инспекции интересна, многогранна и очень полезна для общества. И всегда приятно видеть результаты своей работы именно в гражданах, которые встали на путь исправления, вернулись к законопослушному образу жизни. По словам подполковника внутренней службы Виктории Астафуровой, большая часть осужденных, если и возвращается в стены инспекции, то только для того, чтобы сказать спасибо. Виктория Владимировна, хочу выразить вам огромную благодарность, что помогли мне не просто отмечаться, а именно помогли мне изменить кардинально мою жизнь. Теперь я сам, руководитель реабилитации, выражаю вам огромную благодарность, что вы участвуете в жизни других людей. Спасибо вам огромное. Благодарю. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних тоже лежит на плечах службы исполнения наказаний. Детям и их родителям психологи и социальные работники оказывают помощь в решении возникающих проблем. Здесь дают шанс каждому, кто попал на учет. Главное – суметь им воспользоваться. Когда-то я совершил ошибки, и меня осудили, дали мне условный срок. И попав сюда в инспекцию, я познакомился с инспекторами, и где в дальнейшем они мне помогли кардинально изменить мою жизнь. Они проводили со мной профилактические занятия. Те занятия, которые помогли мне изменить мышление, и в дальнейшем дали мне шанс, чтобы я уехал на реабилитацию и изменил свою жизнь. Службу в уголовно-исполнительной системе не случайно называют именно службой, а не работой. Здесь каждый день нужно быть на чеку. Инспекторы помогают оступившимся людям изменить взгляд на мир и свое место в нем. Случилось так, что завели уголовное дело, и 13 июля 2015 года меня поставили на учет в Люберецкий филиал УФСИН. Возникало очень много вопросов, с которыми мне помогли, и мне отвечали грамотно все по закону. Как мне себя вести, что вот есть такой закон, есть так, вот я имею право на это, на то. Люберецкий межмуниципальный отдел УФСИН предоставил мне такую возможность участвовать в психологическом тренинге. Мне он очень помогает. Нам удается им все-таки помочь, поставить их на путь исправления. Оказываем и правовую помощь осужденным, и помощь в восстановлении документов, помощь в получении медицинской помощи, помощь в трудоустройстве. У нас есть взаимодействие с Центром занятости населения, также у нас есть доступ к сайту «Работа в России», где мы можем размещать согласие осужденных из резюме, и работодатели видят резюме осужденных и приглашают их к себе на работу. На территории России работают около 2500 инспекций УФСИН. Люберецкий межмуниципальный филиал в Подмосковье самый крупный. В нем несут службу 29 инспекторов, у которых стоят на учете 1300 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.